так ребята всем привет я приехала из магазина уселась на заднем дворике хочу закончить это видео собственно то о чем я думала течение целого дня это видео не профессиональное только мои мысли конечно же и эмоции потому что равнодушно относиться вообще к смерти любого человека наверное невозможно для всех нормальных людей так сегодня произошла катастрофа рухнул самолет ил-76 грузовой транспортный самолет как говорят какие эмоции и мысли меня посещали во-первых почему я уселась на заднем дворике мне кажется некорректно когда ты я вот когда просматривала информацию и в интернете и в youtube и пыталась все это сопоставить и выпадает видео одной блогерши сша который кстати я не так плохо отношусь то есть со всем уважением да но когда я увидела что она при этом ведет мукбанк так сказать да включила прямой эфир при этом пардонте жрет запихивается каким-то бутербродом каким-то борщом и очевидно она хотела вам не знаю пропиариться на этой теме больной и вот она поглощая все это в две руки кудахчит о том как же ей жалко погибших как она расстроена как она переживает в это время идет прямой эфир люди пишут свои комментарии она читывает эти комментарии мне кажется что это настолько некрасиво может быть от недостатка культуры я не знаю любом случае когда происходит вот такая вот трагедия гибель людей ни одного человека гибель людей массовая или я бы гуляла с собакой или я бы ходила по магазину или я бы занималась какими-то домашними делами при этом позволила бы себе комментировать все что произошло для меня это вообще неприемлемо поэтому я вот здесь сижу и пытаюсь смотреть вам глаза и с вами говорить я об этом узнала когда муж уже пошел на работу за ним закрылись двери я делаю первые глотки кофе и и всегда я включаю я пью кофе курю включая новости первое что падает на глаза крушение самолета я начинаю подсчитывать сколько там могло быть было быть пассажиров сначала я решила что это упал пассажирский самолет вспомнила вот это вот крушение боинга когда погибло более трехсот людей потом следующая новость что погибли военно-пленные которых везли из россии в украину на огне и потом я начинаю шерстить по всем новостях и вот что я нашла сейчас выдвигаются разные версии ну например по новостям в би-би-си было интервью бывшего военного военно-пленного украинского который сомневался что 63 военно-пленных могли сопровождать только трое людей пусть они будут были и вооружены но пользоваться оружием самолете нельзя то есть категорически запрещено если произойдут какие-либо выстрелы будет разгерметизация естественно и погибнут вообще все да у этих военно-пленных могли бы быть связаны руки но не ноги опять же ногами тоже можно работать 63 мужика против трех сопровождающих а вот это вот были первые сомнения которые я увидела в интернат а были также версии что украина и россия договорились о том чтобы сбить конкретно этот самолет якобы обмен военно-пленными все-таки планировался но каким-то образом россия украина могли договориться чтобы этих военных уничтожить для меня тоже это версия отпадает потому что я такого вообще не могу представить о чем могла бы договариваться украина с россией и с какой целью какие аргументы при этом могут быть ну например один из аргументов что а военно-пленных решили уничтожить те же русские потому что военно-пленные подвергались пыткам и чтобы мировое сообщество это не увидела их решили уничтожить с другой стороны если говорить про украину может быть украина тоже была заинтересована в этом это опять же не я говорю это все то что я читала в интернете либо смотрела и какие выдвигались вообще версии а что там часть этих военнопленных были азовцы и в любом случае я не вижу интереса украины чтобы сбивать этот самолет с военно-пленными российские сми утверждают что у них есть доказательства о том что выстрелы были произведены из территории украины в то же время разведка украины утверждает что они не знали о том кто находится в этом самолете якобы ил-76 постоянно курсировал перевозил боеприпасы чтобы бомбить харьковскую область в том числе но о том что там находятся военнопленные украинские военнопленные них данных не было ну возьмем такую версию если это сбили украинцы самолет со своими же украинскими военнопленными которые шли на обмен представьте какая потеря это какая потеря авторитета украины в мире то есть в любом случае нужно давать объяснение но вот если обмен планировался но российская сторона не предупредила что в этом самолете будут находиться именно в этом самолете украинские военнопленные вот это уже становится интересным сейчас я вам расскажу почему я смотрела конечно же том числе и российские сми и мнение разных политобозревателей блогеров да которые занимаются конкретно политикой представьте себе вот что транслирует российское телевидение и что за этим может следовать какие выводы можно сделать вот во всяком случае то что увидела я если там не было украинских военнопленных и украина сбивает этот самолет гибнут российские летчики причем лучше я сейчас хочу высказать соболезнования потому что эти российские летчики они настоящие герои у них было время на то чтобы капультироваться до 40 секунд у них было на это время чтобы спасти свои жизни но они остались самолете и вывели самолет в безопасную зону в поле чтобы не погибли мирные жители и мои искренние соболезнования я считаю этих людей должны наградить и мне очень жаль что такое произошло потому что ну в принципе знаете умирают лучше неважно с какой они стороны с украинской с российской совершенно неважно то есть мужчины которые могли бы развивать свою страну могли бы и и дальше работать обеспечивать свои семьи делать что-то полезное но они гибнут к сожалению а что показывает россия вот к чему я хочу вернуться на месте происшествия берут интервью у жителей которые стали свидетелями этой трагедии там какая-то женщина прокомментировала какой-то дедушка и потом берут интервью священника и он говорит мы сегодня в церкви молились за погибших летчиков и в том числе за всех кто находился в этом самолете и ровно на этом месте его прерывают то есть когда монтировали этот сюжет тупо обрезали интервью этого священника мне тоже показалось это подозрительным потому что а если ты веришь в бога погибли люди ну российская пропаганда же постоянно говорит о том что вот мы православные мы верующие люди такие честные хорошие почему обрезали тогда этого священника потому что были там военнопленные или не были в любом случае если они там были это рабы божьи это живые люди были все мы ходим под одним небом и вот этот священник очевидно отпевал их в том числе вместе с российскими военными честь всему и хвала но когда монтировали подобный сюжет слова этого священника обрезали что касается еще российской пропаганды то есть представляете как должна отреагировать общественность если например на самом деле там не было украинских военнопленных ну будем предполагать например должен был быть объявлен зеленый коридор воздушный есть договоренности мы перевозим военнопленных на обмен и представим себе если военное руководство России данные о том что перевозятся военнопленные не предоставила украинской стороне вот так вот случайно или нарочно и понятно что украинцы начинают бомбить этот самолет то есть они думают что он возможно в этом самолете находятся бомбы оружие чтобы бомбить украинские территории то есть по сути понимаете если украинцы решили что там нет украинских военнопленных они сбивают военный объект так как и русские говорят мы бомбим только военные объекты понимаете и вот украинцы сбивают этот самолет гибнут а героически гибнут летчики и как то нужно оправдываться тогда сочиняется история что в это время был запланирован обмен пленными и украинцы сбивают самолет в котором тоже находились военнопленные это только версия я пытаюсь рассуждать вместе с вами опять же одна из версий якобы при взрыве самолета если бы там находилось оружие то взрыв был бы значительно больше я не знаю я в этом ничего не понимаю ведется следствие но опять же следствие ведется только с одной стороны все это произошло на территории России какого-либо международного расследования я думаю вернуть тела мертвых погибших тоже невозможно потому что ну огромное количество керосина на котором летел этот самолет взрыв сильной мощности и тела просто разнесло или они просто сгорели вы знаете произошла аккремация но в любом случае какие-то доказательства чтобы я поверила вот я говорю лично себе о том что там находились украинские военнопленные и их везли на обмен пока не будет доказательств я в это не поверю и меня это немножко успокоило во всяком случае когда я выходила из дома я еще раз специально промониторила дело в том что я понимаю если посадка этих военнопленных происходила скажем так на аэродроме который считается секретным объектом в любом случае там есть видео камеры камеры видеонаблюдения все что там происходит на этом аэродроме должно отсвеживаться можно не показывать сам аэродром где он как он обустроен сколько там находится допустим самолетов вертолетов какие это самолеты что там вообще какая техника но саму посадку конкретно этот самолет вот этих шестидесяти трех военнопленных украинских я думаю что эти записи есть если действительно была посадка украинских военнопленных на этот самолет опять же что демонстрируют российские СМИ ну например военнопленный который был якобы на этом самолете который якобы погиб они записали с ним интервью когда этот военнопленный находился не в самолете а в российской тюрьме они также публикуют списки погибших ну и что можно составить какие угодно списки и вот представьте родственники этих военнопленных да жены матери дети читают эти списки что они должны думать что они должны чувствовать опять же для российской власти это выгодно во первых они если там действительно не было военнопленных они ради сохранения своего авторитета придумали эту историю почему это выгодно вот какие плохие украинцы да как они не соблюдают договоренности украинцы террористы чтобы оправдать свои действия в Украине чтобы как-то оправдаться перед мировым сообществом вот и я думаю что сейчас в интересах же российской власти предоставить доказательства вот поэтому как сказать я немного успокоилась потому что все таки склоняюсь к той версии которую озвучивают украинские разведчики доказательств о том что там были украинские военнопленные у них нет вот мне вообще кажется что все это покроется мраком что мир сошел с ума уже нет ни правды ни какой-то логики то есть а много происходит каких-то событий о которых о которых возможно и не узнаем ну вот настоящие правды да потому что нам не дают этих доказательств вот пожалуй даже с убийства Кеннеди и заканчивая взрывом северного потока заканчивая тем что произошло в Буче то есть для меня должны всегда работать независимые международные эксперты и должны быть конкретные железобетонные доказательства чтобы утверждать по какой вине произошла та или иная трагедия вот это мое мнение я думаю что российская сторона имеет эти доказательства либо садились эти военнопленные украинские в этот самолет либо не садились а но этих доказательств я думаю что общественности не предоставлены также также есть версия что список который был опубликован список украинских военнопленных якобы они уже давно могли умереть в российских тюрьмах тоже есть такая версия опять же я пытаюсь только анализировать я приношу свои соболезнования потому что даже гибель одного человека это большая трагедия а сколько этот кошмар еще будет продолжаться понимаете сколько будут издеваться вот именно над мирными что должны при этом переживать родственники которые увидели своих мужей детей отцов братья в этом списке мне даже страшно представить которые возможно надеялись на их возвращение но к сожалению цена человека сейчас ничего не значит цена жизни не человек а нами пытаются играть политики кому что выгодно какую версию выгоднее предоставить чтобы отмазаться от военных преступлений но мы должны оставаться быть бдительными никому не верить все анализировать и в любом случае мы должны оставаться людьми еще раз мои глубокие соболезнования пусть будет мир пока увидимся